Нажал на кнопку, отработал упражнения. В столице Черноземья возродили кибертурниры на открытый Кубок Воронежской области. Последний из них состоялся 14 лет назад. За время отсутствия уровень значимости этой сферы среди молодежи, как собственное количество желающих попытать удачу, значительно вырос. Схватки заядлых геймеров с новым размахом прошли в одном из компьютерных клубов города. Участие в них приняло порядка 50 команд, в составе каждой настоящие профессионалы своего дела, потратившие не одну тысячу часов на тренировки за монитором. Ну а как прошли виртуальные баталии и какими навыками должен обладать хороший киберспортсмен, расскажет наш корреспондент Евгений Жакот. Эти спортсмены не участвуют в забегах, не прыгают через барьеры и даже не поднимают тяжести. Вместо штанги и гантелей у них мышка и клавиатура. А в роли ринга или стадиона виртуальные миры сразу трех игровых вселенных – Доты-2, Фифа и второго Контер-Страйка. Последних слов увидел свет совсем недавно, но уже успел попасть на экраны кибертурнира «Оква», организованного при поддержке регионального управления молодежной политики и правительства Воронежской области. «Мы начали проводить анализ в принципе всех молодежных сообществ, которые у нас располагаются на территории нашего региона. И естественно киберспортивное сообщество, которое у нас есть, тем более президент про это сказал, нужно развивать. Поэтому мы вместе с ребятами собираемся, прорабатываем эти все моменты, спрашиваем что, как, куда обратить внимание. У нас с 1 по 7 марта состоится Всемирный фестиваль молодежи. И в рамках этого фестиваля как раз будут принимать участие воронежская делегация и будут принимать наши киберспортсмены от Воронежской области». «Мы играем по системе проведения, как у нас говорят, сингл-элминаишн или олимпийской системы с обыванием до одного поражения. Когда, если команда проигрывает, то они сразу уходят, уходят. И это все-таки тяжелый труд, это тяжелый спорт, где нужно включать голову, нужно проводить большую аналитическую работу, нужно работать над собой». Тем временем на поле боя кипят нешуточные страсти. «Мы не можем даже толком пообщаться с игроками, потому что это может стоить им победы. Остается только наблюдать». Первая из представленных дисциплин — Counter-Strike 2. Несмотря на новую версию, в мире геймеров она уже стала чем-то легендарным. По сути, это военное столкновение 5 на 5. Принцип очень простой. Одни закладывают бомбу, другие должны ее обезвредить. Однако все легко лишь на первый взгляд. На самом деле здесь уйма тонкостей. Причем не только в вопросах точности и скорости реакции, но и в плане тактики и распределения ролей. «Снайпер должен быть, по-любому человек, который играет в СВП, который не выходит на рожон, так скажем. Рифлеры, люди, которые зачастую играют с винтовками, там, калаш, эмками». «Несмотря на то, что опыта в Counter-Strike 2 у меня совсем немного, мы тоже решили попытать свои силы. Посмотрим, что из этого...» «Ничего из этого не получится, потому что что?» «Потому что надо тренироваться». Тренировки – неотъемлемая часть любого вида спорта. Чтобы достойно выступать на кибер-турнирах, геймеры проводят в игре по 8, а то и по 10 тысяч часов. Причем это далеко не предел. «Я считаю, что надо играть каждый день, хотя бы минимум 4 часа в день. Мы стараемся этого добиться. Каждые выходные мы собираемся вместе, тренимся, разыгруем, смотрим всякие различные турниры, набираемся опыта, также следим за нашим первым составом по доте». Следующее направление соревнований – «Дота 2». Эта игра в жанре моба успела обзавестись миллионами фанатов по всему миру. Задача команды – сломать крепость противников раньше, чем они сломают твою. Для достижения этой цели тут есть просто гигантское количество возможностей. Успех измеряется умением правильно их комбинировать. «Кому-то потребуется очень много игр сидеть и играть. Здесь 20-30 тысяч часов ему это может не хватить. Каждый человек приспосабливается к каждой игре, к обстановке, как у него работает голова. То есть все относительно». Последнее поле для баталий оказалось футбольным. Местные кибератлеты меряются силами в знаменитом спортивном симуляторе FIFA 2023. В отличие от двух других дисциплин, команда для участия здесь не нужна. Матчи проходят один на один. «Есть ли здесь любимая команда, например, ты играешь чаще всего?» «Всё-моему, в сборной Франции». «Сборная Франции. Почему именно сборная? Почему не клубы?» «Есть ампичная конкретная футболиста?» «Да, в сборной Франции есть очень хорошие футболисты, например, Мбаппе, который именно в FIFA, потому что FIFA очень сильно отличается от игрального футбола, который именно в FIFA очень хорошо играет». «Я понимаю, ты именно поэтому сейчас взял дартсаж, чтобы Мбаппе побольше голов-то мне и наколотил?» «В принципе, да». «Так, ну я пока что всё-таки сражаюсь, сражаюсь изо всех сил, но сил этих остаётся всё меньше. Конечно, чувствуется, что человек у нас профессиональный игрок, мне с ним тут ловить нечего». В общей сложности открытый кибертурнир «Оква» собрал порядка 300 участников со всей Воронежской области. На кон поставлены призы, хотя, конечно, игроки идут сюда не за ними. Помимо отличной возможности посоревноваться в любимом деле, для них это ещё и наглядное подтверждение. Будущее, о котором они так долго мечтали, наконец-то наступило.